Всем привет! Сегодня мы с вами запишем один урок, в котором есть основы для тех, кто только недавно приобрел станки SRP. Сегодняшний урок будет посвящен тому, как вообще разместить деталь в заготовке, как это сделать удобно, быстро, качественно и как вообще закрепить лист на станке. Ну что, поехали! Лист у меня, я пользуюсь в основном экструдированным пенопластом, он у меня записан в наборе как экструда. Как отредактировать этот набор скажу прямо сейчас, давайте прям быстренько. Выставляете вот здесь размер, например 1170 на 570, такой размер я раньше использовал для того, чтобы экструдированный пенопласт резать. Сейчас я убрал до 1150 на 550 для того, чтобы как раз вот по 2 сантиметра с краев осталось, чтобы струна не вылазила за границы листа. Нажимаем настройка, редактировать этот список и вот именно этот размер, который у вас здесь записан, можете нажать сохранить и назвать его. Допустим, экструда старый ок. И все, нажимаем окей. И у нас есть экструда старый. То есть, если мы режем, допустим, лазер на фанеру, подготавливаем, я вот размещаю в 60 на 90. Если мне нужно порезать экструдированный пенопласт, я выбираю тот лист, который мне нужен. Для того, чтобы быстро создать границу листа прямоугольником, то вы можете нажать вот эту кнопку два раза и у вас автоматически появится треугольник ровно в ваш размер. Но, как бы, это такая так себе функция, может быть, и не всегда она нужна. Пользуемся направляющими. Направляющие берем вот с этой линейки. Левой кнопкой мыши нажимаем на линейке и стаскиваем, удерживая левую кнопку мыши, направляющую. То же самое с левой линейкой, из нее можно взять направляющие, и они вот привязываются к краям листа. Чем хороши направляющие, теми, что вы не промахнетесь, когда у вас деталь какой-то очень стрёмной формы, и он вам не даст вылезти за границы. Если у вас в настройках привязки включена привязка к направляющим, Сейчас мы ее включили, она теперь будет отображаться галочкой, привязать к направляющим, видите, горит галочка. Ок. И когда вы будете двигать свою деталь, то направляющая подсветится. Синяя полоса во всю ширину детали. И то же самое, если мы подвинем ее вправо-влево, вверх-вниз. Ок. И, соответственно, вы можете вот так вот прижать, и у вас по двум направляющим деталь выставлена, то есть она не вылезет за границы листа. Как нам вырезать много-много разных деталей? Как расположить их в листе, как их удобнее резать? Я располагаю, ну, в общем и целом, сейчас будем делать, ну, не прям вот задание, которое у меня есть. Я стараюсь располагать большие детали внизу листа, а мелкие детали выше. Просто располагаем всегда большие снизу, мелкие сверху. Мне так удобно. Вот. Все, забыли. Если у вас детали разные, соответственно, мы можем сделать вот так. Выделяем деталь, выделяем нужную точку, которую нам нужно разорвать, и нажимаем. Так. Давайте их сконвертируем сначала в кривые. Ctrl-Q. Если вы давным-давно уже настроили. Так. Выделяем нижние точки, и нажимаем разъединить кривую. Вот они разъединенные. Теперь выделяем нижние детали. И нажимаем разъединить. Ок. И так, соответственно, мы для каждой детали делаем вход и выход. Повторюсь, для тех, кто не видел другие видеоуроки, вход и выход мы делаем крест-накрест. То есть, линия должна, линия входа должна пересекать линию выхода. Сейчас объясню еще раз, для чего мы это делаем. Так, проверяем. Вот так вот делать нельзя. То есть, если у нас струна заходит сюда, то струна не всегда нагрета настолько, чтобы дорезать прямо вот до угла до этой точки и поехать сюда. она может проехать по радиусу. Как это может выглядеть? Струна заходит сюда, ну, ей дала программу установку, и потом сюда ехать. И она поедет именно вот по такой траектории, потому что просто тупо маленький нагрев был, слишком большая скорость была, и она не успела дорезать до этого места. Моторы уже поехали дальше, а струна, не доехав, начала закругляться, и поехала сюда. И то же самое произойдет с ней здесь. Это точка, до которой она дошла, и пошла выходить наружу. Вот так вот произойдет. А если мы сделаем крест-накрест, то она, как бы она ни была мало нагрета, она по-любому проедет прямо. И, соответственно, когда она будет выезжать, она тоже проедет прямо. Все, в этом, как бы, вся основная фишка резки. И далее. Соответственно, проверяем у каждой детали это. Это, ну, муторно-долго, да, но вы можете, в общем-то, не заморачиваться и потом круглые детали отдавать. Ну, на самом деле, не так долго, но сколько деталей в листе может быть там, ну, я не знаю. Но по буквам у меня бывало там, ну, там, по 50 букв в листе. Ну, и ничего страшного. Тем более, есть такой лайфхак. Если у вас, ну, вот как квадраты у меня сейчас, они наклонены, и это, как бы, изображает просто какую-то нестандартную форму фигуры. Но у букв, в основном, если это шрифт такой достаточно прямой, у них всегда будет какой-то нижний угол, допустим, прямой угол. И мы здесь не делаем... Так, сейчас я возьму этот инструмент, двухточечная линия. То есть я не делаю здесь вот так вход и выход, не тяну. Потому что потом придется проверять, и опять не совпало. То есть туда-сюда. Я просто беру вот за эту направляющую, зажимаю клавишу shift и вытягиваю эту штуку. И здесь точно так же нажимаем левую кнопку мыши, нажимаем клавишу shift и вытягиваем. Клавиша shift нужна для того, чтобы если вы вдруг чуть-чуть вот сдвинули мышку, направляющую, она не сразу уходит со своей траектории. А если отпустить, то она гораздо проще как бы отодвигается. Нажимаем shift и она, оп, привязывается к прямой. Все, вот у нас пересечение готово и мы прям вот раз-раз вытянули и дальше поехали. Окей. Что еще можно сделать? Если у вас много повторяющихся объектов, давайте здесь тогда вот так вот сделаем. Вот так. Как мы делаем с повторяющимися объектами это вообще, ну, как бы, мое любимое. Вот так. Делаем. Ага. Ну, давайте так. 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 Вот так. Ну, сложно, допустим, у вас какая-то там профиль или еще что-то. Окей. Сделали вход и выход. Вот так. На этом уровне. Чувствуете, в чем пахнет? Нет? Мы просто копируем эту деталь и она уже у нас совмещается в ход с выходом. Если у вас позволяет место вот так вот ближе сделать, соответственно, вы можете прокачать свою деталь. и подвинуть немножко вот эту часть вот сюда и погнали копировать. Копируем. Берем заточку, тащим до пересечения, выделился узел, нажали правую кнопку мыши, появился плюсик и отпускаем. Бах, скопировалось. Теперь нажимаем кнопочку control. Это в левом нижнем углу или в правом нижнем углу есть. КТРЛ. Четыре буквы. Control. И нажимаем, ну, держим зажатую клавишу control и нажимаем букву R английскую. К русская. Сколько раз нажмем, столько раз у нас повторится действие. Кривая, видите, пересекает одна в другую, сама в себя. Можно выделить все. Видите, они пока разные объекты. Но как только мы нажмем control L, все те же самые кнопочки control и английская буква L, это у нас объединит все. Ну, либо вы можете нажать просто вот эту вот клавишу, если у вас не настроены опять горячие клавиши. Горячие клавиши, вот сейчас прям подсказочку, вот здесь вот сделаю. Так, нажимаем объединение. И, опять же, для того, чтобы вот эти вот у нас направляющие, кривые, 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 чтобы объединились, тоже есть специальная кнопочка. Вот здесь вот. Где? Соединить кривые. Вкладочка. Как настроить эти вкладки? Давайте, это тоже, наверное, вот здесь еще раз подсказку оставлю. Это в тех же горячих клавишах, мне кажется, есть. По-быстрому подскажу. Окна настройки. Окно. Окна настройки. Соединить кривые. Нажимаете, сюда появляется галочка, и у вас здесь появляется это окно. Нажимаем применить. И вуаля. Все кривые объединены в одно. Круто. Но, ну, в данном случае, как бы нам это не нужно было, потому что у нас надо объединить кривые вот с этими нижними деталями. Почему? Потому что у нас... Так. Сейчас давайте сразу проверим. Тут все правильно. А что, я тут уже все поправлял, да? Да, память снять совсем. Но ничего. Потому что у нас должно резаться поочередно и... Как это называется? Чтобы, короче, все красиво было. В том плане, что... Ну, заехала струна, здесь вырезал, здесь вырезал, здесь вырезал, здесь вырезал. Вот. Чтобы потом, ну, не возвращаться. То есть верхний ряд вырезала она струна, а потом поехала в нижний ряд вырезать, да? Ну, как бы... Стремно. Вот. Для того, чтобы это все объединить выделяем все вместе, нажимаем объединить, Ctrl-L. Я пользуюсь горячими клавишами всегда. Все, доехали сюда. Вот и сюда. То есть, когда вы подводите клавишу вот в этом режиме редактирования кривых, F10, вот этот вот режим, импорт, а, инструмент создания форм. Вот. то они объединяются, как только вы вот стрелочку к стрелочке подводите. Вот. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, джек, все готово. То есть, ну, вот так вот быстро это все происходит. Все, это выход. И, соответственно, вход. Самое главное, после того, как вы объединили все это, вы должны определить для себя вход, где вы будете входить, в лист. У меня это всегда верхний правый угол, для меня так удобнее. Все. Ну, и, соответственно, у экструдированного листа, вы помните, да, у него сверху профиль вот такой вот, то есть, вот так и вот так вот. Вот так вот он сбоку выглядит. То есть, вот здесь вот высота полтора сантиметра, и снизу то же самое, и еще сбоку то же самое, и с другого боку то же самое, то есть, по всему периметру у него вот такая вот ступенька, выборка четверть. И вот именно я ставлю, то есть, вот так вот у меня лист стоит, даже чуть выше получается. Я вхожу струной, чуть ниже уровня вот этого вот, чтобы у меня случайно вот этот уголочек нигде не вылез за предел листа. То есть, ну, грубо говоря, я опускаюсь на сантиметр вниз в лист, и на сантиметр вбок. То есть, реальный размер листа, сейчас я вам покажу, у меня будет выглядеть вот так вот. Вот так. Вот это красненькое, это наш рез, синенький, это лист, ну и соответственно, вот это вот ограничение, внутри это граница, по которым будет резаться. Ну и соответственно, вот это вот не то, что торчит, то, что я сейчас уже удалил, а торчит еще выше. То есть, вот эта граница, это уже чистый лист. На сантиметр опустились, на сантиметр вошли вглубь, и все, и начали резать. 10 сверху, 10 с края листа. Ок, здесь как бы все просто, понятно, как крепить на станке. Я сейчас не в цеху, прямо показать, как у меня закреплено, не смогу. Сейчас сделаю ссылку на видео, где видно, как это закреплено. Вот здесь вот будет дополнительно, сверху всплывет подсказочка. Объясню пока руками. Если у вас есть поворотный стол, вы помните, что на поворотном столе есть такая направляющая по низу. Вот. По ней ездит такая хрень зубастая. Такая. Вот. И с обратной стороны тоже самое. Который вы зажимаете заготовки. Вот так вот. Так вот. У меня эти направляющие стоят на станке, и я именно в них зажимаю эти экструдированные листы. Прекрасно подходит все. И точно так же пользуюсь для зажатия обычных листов. То есть, и обычного пенопласта, не только экструдированного. Все, зажал и поехал резать. Ну, это, соответственно, вид в профиль, в торец. Все, как бы, все секреты выдал. Если все понравилось, в комментариях обязательно пишите вопросы. Есть ли что-то непонятно. Есть ли какие-то пожелания. На что сделать обзор, видеоурок, секреты, советы, чем помочь. в ближайшее время, в ближайшее время, в ближайшее время, не знаю, когда, собираюсь показать, как резать радиусные лестницы для тортов. Торты, которые, шоу торты, сейчас входят в моду. Их, в общем-то, давно все делают. Ну, такие небольшие организации, наверное, какие-то. Но, как бы, не стало это массовым. Много очень приходят, к нам приезжают из Казахстана, интересуются. Но, как бы, пока побаиваются цен. То есть, у меня пару раз заказывали торты из пенопласта, грубо говоря, там высотой около, там, полутора метров, стоит, порядка, 10 тысяч рублей. Да, там есть, конечно, где поработать, башенки, колонны, все такое. Для примера, для примера, для примера. Ничего не буду показывать для примера. Все, просто анонс. Спасибо всем, кто дослушал, досмотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, ну, давайте, в ближайшее время, постараюсь вам, шоу торт, показать. и такой, давайте, микроспойлер, микроспойлер. Вот, буквально, вчера я нарисовал торт, который мне хотят заказать, но пока это все дело под вопросом. Была прислана сначала фотография, вот такая вот. Соответственно, клиенты, они же не умеют пользоваться интернетом, они делают скриншот с телефона, присылают там, ну, честно говоря, говнофотографию. Вот. И, вот, мы хотим вот так-то, вот так вот, чтобы вы нам сделали. Ну, вот, я лезу в интернет, ищу, короче, этот торт, чтобы у меня были какие-то дорогие ракурсы, может быть, будет лучше разрешение, видно, какие-то другие детали, с других точек. Все, прорисовываю сюжет торт, поэлементно, где что должно располагаться, продумываю, как что можно вырезать. Ну, на этом торте, на самом деле, ну, как бы, не особо много чего сложного. Был у меня торт и с радиусными лестницами, и с балконами, и было тоже прикольно. В общем, да, вот здесь могу сейчас ссылочку оставить, попробую на Инстаграм. Если нажмете, попробуйте, наверное, перейти, посмотреть в Инстаграме, как он выглядел. Все, всем пока, спасибо, ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях, всем рад. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok